здравствуйте сегодня мы продолжим тему интеллекта интеллектуальных музыкантов потому что вы знаете вот сам сколько их не переслушивал сколько не ведь не видел даже с некоторыми беседовали получается когда человек не только мастер игры допустим на своем инструменте но еще и обладает огромным интеллектом это просто вызывает восхищение вы знаете тогда он не только мастер грома все целый ореол за ним тянется шлейф и вот сегодня прямо с радостью хочу вам представить нашего героя ролика барабанщика большого интеллекта просто знаете наверно интеллектуальный барабанщик мы его назовем так тире базе а я думаю что для многих из вас эта фамилия не вызовет никакого удивления но тем не менее роль его в развитии барабанного искусства почему-то иногда значительно преуменьшают мы внесем в это небольшую сегодня правку перри базе а конечно прославился больше всего играя составе величайшего музыканта и мыслителя фрэнка запы а фрэнк и запи у нас есть ролик мы там кстати позже это же упоминали так вот до того как попасть в группу фрэнку запи а у запом скажу был один из самых жесточайших отборов его группу потому что всегда независимо от контрактов концерта выпусков альбомов за поплатил исправно музыкантом это было всегда его фишка он тщательно следил помимо творчества естественно за финансовыми потоками давайте все-таки начнем сначала с рождения базе у родился в городе сан-франциско в 1950 году семья была стандартная ничего особо выдающегося но барабанить как и многие барабанщики мы о них часто рассказываем начал тоже с ранних в детство по всему чему по ходу движения не попадалось везде барабанил по кофейным банкам интересный звук получался по табуреткам по стенкам в общем везде что называется все что видел все от барабанил это увлечение его стало настолько поглощать паренька что он уже с 12 лет точно определился что его будущее это барабанная установка и творчество ударные инструменты это его все он конечно я вам скажу в отличие от многих наших героев от того же не лапир там и представляли барабанщика раша от его ломбарда барабанщика слэйра и других множество проектов более всего наверное из них он самый джазовый у него любимые вороба барабанщики били кобым он научился на нем как его старый алдари называют кабан тони уильямс вот та еще школа знаете больше джазовая но тем не менее процессе своей деятельности он в общем то всегда выделялся в любой группе первую очередь это были локальные группы которые сан-франциско лос-анджелес калифорний и вот даже там умудрились заприметить барабанщик запы это я вам скажу высокая должность это надо еще заслужить когда записав очень коммерчески успешный альбом что для запов но определенная редкость с учетом его творчества на за под названием апостроф у него возникла пауза старый барабанщик ушел а там они менялись был и честер томсон и джордж дюк то есть это люди которые в общем-то владели инструментом досконально поэтому запах всегда был сторонником открытого конкурса они объявили конкурс на должность барабанщика приехала больше 20 человек потому что все считали и это правда что если ты играл в группе фрэнка запы то ты музыкальном мире уже состоялся ты в любой коллектив попадаешь конечно времени было мало но как сам вспоминает тире базе он купил два альбома франка запы и за два дня и буквально выучил что уже вызывает уважение с учетом и опять же повторюсь музыки прилетел на прослушивание отыграл говорит зашел в комнату там много такого количества инструментов он не видел две барабанной установки ну и сам господин запа и вот говорит когда отыграл включил импровиз джазовый и все остальное запа меня просто спросил а ты видишь будущее свое у нас ты либо узел сказал конечно вижу потому что я бы и не приезжал отправили погулять но самое смешное другое что после тире базе остальные барабанщики не стали участвовать конкурса потому что он просто их сделал люди уже сразу понимали что им уже нечего а там были известнейшие имена непростые люди опять же то есть тире базе у сходу прошел испытания фрэнка фрэнк его дальше когда он был уже в группе подкидывала всяческие заморочки например до сих пор ходят легенды о композиции black page черная страница почему черная страница а потому что музыкальный настолько была испрещена она нотами эта страница что не было в свободного места то есть сложнейшее музыкальное произведение и вот запа подсунул его тире базе сказал играй учи и вы знаете паренек справился с задачей на ура то есть школа запы это огромная школа для любого музыканта множество гастролей строжайшая дисциплина запада держал в узде он конечно позволял иногда расслабляться но само его отношение к алкоголю наркотикам вы знаете было мы об этом говорили не очень хороший мягко говоря строго отрицательно он за этим с ним за дисциплиной конечно у него были всякие нюансы после фрэнка запы перебозил попал в легендарную группу и кей заменил не менее легендарного барабанщика билла брафарда в этой группе и записал с ними два альбома в том числе один живой очень хорошего качества эти альбомы вышли в 1979 году группа это была краткосрочная но прогремела все любители умной прогрессивной музыки конечно эту группу знают не знаете вперед есть возможность для творчества после и кей была очень интересная команда которая совмещала в себе новую волну танцевальные ритмы и даже присутствие авангарда называется missing persons там в этой группе вокалисткой была женатый рибозе обратите внимание она своим имиджем по моему показала зеленый свет еще тогда такой скандальной эпатажной исполнительницы как леди гага которую молодое поколение конечно все знают да и не только молодая missing person интересная вода там конечно не тот бозью что у запы стучит сразу чтобы не забыть скажу вам что есть доступен фильм документальный называется baby snakes это период тери позио в группе фрэнка запына конечно там в основном фрэнк но и тери позио там хватает baby snakes очень интересная кино поверьте после missing persons дыри пози тери позио был конечно на расхват не отлично очень нравится его проект называется ланин ли без он начали 90-х задействовано они выпустили несколько альбомов это там и saxophone хорошие барабаны в общем интересно то есть духовая такая штука ударная штука и все остальное там но как вам скажу это вот если вы не особо любите не полюбите missing person ланили без вашему прослушивания то есть если вы поклонник более изощренной музыки что еще интересного в перри он понимаете постоянно совершенствуется его на сегодняшний день гитарная установка одна из самых мощнейших мире если вы увидите его гитарную установку ой барабанную установку прошу прощения барабанная установка вы просто можете упасть в оборот там только одних басовых барабанов бас-барабанов 8 штук 53 тарелки он славится тем что он использует инструмент не для антуража а конкретно для игры то есть успевает везде играть и славится своей игрой еще ладошками редко барабанщик играть ладошками он кстати играет ими на тарелках и на самих барабанов не только палочками тоже интересная штука он страшнейший поклонник этнической музыки и вот знаете он сейчас по всему миру часто ездит нас пандемии прекратил так называемый у него драм выступления проводит сессии барабанные то есть конкретно фактически его барабанная соло проходит концерт потом проходят сессия где он знакомят людей со своим творчеством дает указания ценные замечания все остальное то есть человек открытый и очень неплохой сайт тоже есть рибозе у который в общем то тоже открыт постоянно наполняется и человек следит за всем этим когда мы говорили о гитаристе стиве стивенс и у нас был ролик еще на самой заре мы там упоминали такой проект базе левен стивенс да и кстати тони левен тоже бас гитарист мы о нем говорили тоже есть ролик так вот базе левен стивенс само название говорит что на барабанах там базе от или позе два их них альбома 1997 и 2000 года это я вам скажу знак качества прогрессивной арт-музыки очень мы вам рекомендую еще у него были прекрасные альбомы с двой зелом запа это сын фрэнка запа гитарист альбомы тоже очень разные хороши но нашей публике закоп запомнился приезд группы фантомас майка пэттона вокалиста знаменитейшего в москву когда они приезжали и подменил дэйва ломбарда барабанщика перебозил сыграть такие сложнейшие партии партия вы знаете там где майк паттон там просто разрыв головы и полная дурка так вот базе справился с этой задачей на ура еще очень интересный факт когда из группы корм выпал барабанщик корн это вы знаете это отцы ню металла фактически сложнейшая тоже своеобразнейшая музыка так вот попросили подменить барабанщика и только на эту роль подошел один тари пози он был состоянии быстро изучить все партии и даже вышел альбом 2007 году где на барабанах тари позио группе корн поэтому он такой вы знаете когда вы спрошу вы слушаете постоянно говорит слушаю с травинского этническую музыку и малса дэвиса такой вы знаете джентльменский набор очень хороший а что вы читаете исключительно философские книги начиная древних греков и кончая современными американскими модернистскими постмодернистскими философами вот такой вот он человек очень интересный барабанщик человек личность советую вам с ним познакомиться спасибо за просмотр всего вам доброго